Государственный долг России в 2020 году вырос на 40%. Увеличение суммы в основном произошло за счет роста внутреннего долга. О том, с чем это связано, узнаете в нашем следующем сюжете. В отличие от докризисного 2019 года, в 2020 государственный долг России увеличился почти на 5,5 трлн рублей. И сейчас он составляет около 19 трлн, это 17,8 отвалового внутреннего продукта страны. Таким образом, возникла необходимость в финансировании дефицита бюджета и, соответственно, в заимствованиях. В первую очередь, это заимствование на внутреннем рынке, то есть внутренний долг. Второй немаловажный фактор – это девальвация рубля. Напомним, что 9 марта 2020 года произошел обвал цен на нефть, что непосредственно привело к обесцениванию. За год рубль обесценивался примерно на 20%. Соответственно, внешний долг, то есть долг, номинированный в иностранных валютах, в пересчете на рубли автоматически увеличился на 20%, что тоже весьма существенно повлияло на такой вот результат. Ранее 3 февраля директор департамента финансовой стабильности Центробанка Елизавета Данилова отметила, что наращивание госдолга России во время пандемии в 2020 году не принесет проблем для экономики. Она пояснила, что на поддержку российской экономики власти выделили из бюджета около 9% внутреннего валового продукта. Елизавета Никитина, Универньюз.